Привет всем! Вы на канале ТОПАРМИ. Подписанный в середине 60-х годов международный договор о запрете размещения оружия массового уничтожения в космосе стал поводом для поиска державыми средств нанесения ударов с орбиты, не попадающих под это соглашение. Варианты предлагались различные, в том числе и фантастические. Об одном из них напомнил обозреватель издания The National Interest Calib Lawrence. Оборонное ведомство США в тот период серьезно рассматривало предложение писателя-фантаста Джерри Пурнелли. Его проект, получивший наименование «РОДС ФРОМ ГОД» «Стрелы Бога», предполагал запуск с космического аппарата металлических болванок без боевой начинки. Поражение цели должно было происходить за счет кинетической энергии. Внешне такие боеприпасы должны были выглядеть как заостренные стержи длиной около 9 метров. Изготавливать их планировалось из вольфрама высокопрочного металла, часто используемого в стандартных бронебойных снарядах. «Стрелы, буквально падающие на землю на гиперзвуковой скорости в пять махах, приобретали такую разрушительную силу, что даже без взрывной составляющей могли уничтожать цели, подобные подземным бункерам», отметил автор. Идея так и осталась фантастической из-за ее стоимости. Для вывода и размещения на орбите вольфрамовых стержней размером с телефонный столб и в полтора раза плотнее свинца потребовались бы ракеты огромных размеров, строительство которых было бы непомерно дорогим. Ларенц также напомнил о воплощенном в жизни проекты кинетического оружия. Во время войны во Вьетнаме американские бомбардировщики сбрасывали в джунгли небольшие двухдюймовые цельностальные бомбы, которые не имели никакого заряда. Эти снаряды получили название «Лэзи Дог» и широко применялись, показав довольно высокую эффективность. Они позволяли покрывать бомбардировками большие площади, уничтожая командные пункты, бронированные машины и другие защищенные цели. Кроме того, отмечает эксперт, в отличие от кассетных бомб или мин, такие боеприпасы не останутся неразорвавшимися, что исключает нанесение вреда мирному населению через годы после окончания боевых действий. Вряд ли мы когда-нибудь увидим стрелы Бога, летящие в небе. «Космическое вооружение в современной эпохе основано на системах радиоэлектронной борьбы, позволяющих выводить из строя аппараты противника», заключил Ларенц. А что думают зрители канала ТОПАРМИ по этому поводу? Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok